В основе этого самого праздника лежит событие 4 века, когда святая родопостольная Елена облила, нашла крест Господь. Сынки следует отметить, что после крестной казни было принято, кресты где-то на этом месте закопаны. Точно так же были закопаны рядом с Голгофой и крест Господень и кресты двух разводов. Из первых дней после воскресения Господня, особенно после дня святой Пятидесятницы, Голгофа была местом поклонения христианам. И сюда неоднократно и приходила Пресвятая Богородица, апостолы. Но иудеи, они всеми силами старались вычеркнуть память о Христе. Когда же вообще Иерусалим в 70-м году был разрушен и от Иерусалимского храма не осталось камня на камне в буквальном смысле этого слова. Потому что там кто-то пустил слух, что в самой вкладке там заложено золото. Поэтому сенгеринские солдаты, они действительно весь храм по камушкам сангерин разобрали, разнесли и там камня на камне не осталось. Как это и сказано Господь. Ухищрением лукавого. На месте Голгофа и этом месте было построено языческое карпище. Храм Святой Иерусалим. Да и самый храм Венера. Место распуска. Так что особым образом оскверлить это место и крест Господь. Когда же после издания Миланского Эдикта, который прекращал гонение на христиан и уравнивал все религии. К этому времени примерно одна десятая часть Римской империи исповедовала христианство. То вскоре престарелая мать царя Константина отправилась в Иерусалим для того, чтобы отыскать места, связанные с жизнью Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно, самое советное желание было это обрести крест Господь. Но поначалу вроде бы казалось, что это исполнить невозможно. Никаких следов сведений найти было невозможно. И тут случилось величайшее чудо. Иудейский рабин против своей воли открыл то место, где был спрятан крест Господень. И кресты распятались. Это была цистерна, то есть резервуар для сбора и хранения воды. Причем то, что он это сделал против своей воли, настолько его самого поразило, что он стал христианом. И мало того, в церковном календаре, вместе в сословии, мы его упоминаем как священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского. Простите, слово патриарха здесь неуместно, потому что тогда еще патриархов не было. И бископа, и Иерусалимского. Который пострадал во времена Иерусалимского. Так что вот тоже сила креста Господа. Мы с вами помним, что святая Елена нашла три креста. И как определить, который из этих крестов именно крест Господа. А в это время мимо проходила погребальная процессия. Вот когда в очередно к умершему епископ Иерусалимский Макарий прикладывал эти кресты, то вот когда был приложен крест Господень, то у него трое воскрес. Тогда был идентифицирован крест Господень. И к этому времени здесь собралось множество народов, множество христиан. Все, которые, все христиане, которые были в этом самом месте. И так хочется сказать, и мы так часто говорим, что патриарх Макарий, по существу, по нынешней технологии, патриарх Макарий Макарий, он воздвигал, поднимал крест Господень и благословлял на все четыре стопы. И поэтому и сейчас в наших храмах, в кафедральных соборах, на архиерейских служениях и по благословению и в иных храмах не совершается, естественно, в конце всеночной причин, в воздвижении животворящего и креста Господня. Вот когда патриарх Макарий возвязал крест, то как бы невольно все люди пали низ и восклицали Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Кстати, скажу, что святая Елена, она не могла оставить ей два остальных хреста. Ведь один из этих крестов был крестом благоразумного разбойника. Но их идентифицировать было невозможно. И тогда святая Елена, она сделала ручку. Крест состоял из двух брусков. Притикального и горизонтального. Она делала их разобрать и собрать так, чтобы у каждого из крестов перекладина была от другого. Так что вот каждый крест содержал и крест благоразумного разбойника. Кстати, один из этих крестов потом оказался... Святой Еленой был оставлен на Кипре, где после Иерусалима она провела три года. И оставила во многих... Оставала множество монастырей, храмов. Оставила там чистки цель, чистки цель, чистки цель, хрящих креста Господней. И оставила один из этих крестов. И сами которые... Кстати, во время турецкого нашествия и захвата Кипра с ним было чудо. Он повис в воздухе. И причем его турки пытались расстреливать из орудий. Но, тем не менее, тоже вот такой чудесный связан. И Святая Елена часть Христа оставила в Иерусалиме, а часть привезла... Самый царь Грят в Константинополь. Да, и от них, от вот этих вот частей... Потом, кстати, множество частиц мелких разошлись по всему миру. И, кстати, одна микроскопическая частица находится вот в этом Семье Кресте. И все... Вот в этом мы видим самые запрещенные кресты. Дорогие, мы особо почитаем крест Господень. У нас каждый храм... Увенчан Христом. Мы в своих домах имеем крестное знамение при освящении домов. Наносим крестное знамение на освящение храма. Мы все... Каждый христианин при крещении одевает крест. И крест нас сопровождает во время нашего последнего земного пути. А почему же мы так чтим крест Господь? А вот святые отцы, в том числе и преподобный Исаак Сирин, они писали о том, что слава Господня, которая находилась некогда в ковчине Завета, в Иерусалимском храме, она перешла на крест Господа. И вот эта вот слава силою Божией, она творит великие чудеса. Мы знаем, что крест Господень, крест надеятельный, он и пули останавливает. Хотя, с точки зрения физики, этого не может быть, потому что этого не может быть. Потому что, ежели даже сам крест сделан из бронированной стали и от удара пули он никоим образом не повредится, то он должен вылететь вон там, в загон. А мы знаем. Об этом мы имели множество в семье, есть весь свидетельство. И во время Великой Отечественной войны, во время Афгана, в Чечне. Да, конечно, и все было и значительно раньше. Но вот это вот мы, как бы так сказать, непосредственно слышали от тех, кто этому был свидетель. Но особенное свидетельство об этом мы получили на Пасху этого года. Когда у одного бойца ранним утром на Пасху, где-то это было около 4 часов утра, нательный крестик задержал осколок, который должен был оборвать его жизнь. Присылали фотографии свидетельства. И я сам это известие получил именно на Пасху 17 апреля. То есть через несколько часов после того, как это чудо Великой Отечественной войны совершил. Да, но здесь самый крестик немножко был поврежден. Но изумительный, что он спас нашему бойцу жизнь. Врачи, медикам оставалось только немножко перевязать, остановить самые подхожные, самые гидравитические. Зная, есть свидетельства, когда не только нательный крест, но и крест, как бы распечатанный на поиске живой помощи Вышнего. Врачи, остановил сам я автоматную очередь, есть свидетельства, когда в одном из подразделений, командира которого благословлял на чеченскую юг войну, Братарей Федор Соколов, как раз в ночь с 21 на 22 февраля 2000 года, вот перед выходом на задание, поздним вечером, командируя, явился отец Федор и благословил. А потом у одного бойца, у которого на лбу вот так крест, на крест был повязан поиск живой помощи Вышнего, и в центре здесь было изображение креста Господня. Во время штурма от одного здания, ему попало автоматная очередь, да, он вырубился. Когда он встал, он ничего не мог сказать, а окружающие его бойцы, в Сен-Ге, они ему в изумлении сказали, что произошло. Что он вот со своим клубом принял автоматную очередь. Это я прочитал в одной из газет, которые мне передали. От себя же скажу, что явление отца Федора было в момент его кончения. Отец Федор сам не скончался во время автокатастрофы, вечером поздно, 21 февраля 2000 года. Дорогие, вот помни об этом, будем очень трепетно относиться к кресту Господню. Во-первых, будем стараться, чтобы крест Господень всегда был с нами. И второе, будем очень трепетно относиться, как нам накладывать на себя крестное знамение. Только это было именно крестное знамение во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а не так, как порой. Смотришь и не поймешь, то ли человек крестится, то ли не будет. Помни, что Господь нам дал великую благодать, великую силу. Вы помните, что мы же поклоняемся крестным страданиям Господа нашего Хрисуса Христа. Тем страданиям, которыми мы были искуплены от вечной смерти. И поэтому к Христу мы должны относиться всегда. Очень благодаря. Храни вас всех Господь. КОНЕЦ. . Продолжение следует...